Продолжение следует... 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 И те четыре очка, которые есть по отношению к нашему ближайшему преследователю и конкуренту Рязань, это вселяет оптимизм. Естественно, что в межсезонье будут какие-то позиции усилены. Время позволяет провести качественную подготовку, чтобы были игроки все в одной степени готовности. Потому что вы знаете, что у нас перед началом чемпионата была большая ротация состава, пришла большая группа, уже на флажке большая группа новых игроков. Это требует времени, сыгранности. Благо то, что ребята при этом обилие и травм, и карточек, не всегда оптимальный состав был. Но тем не менее, ребята достойно показали себя, за что я им очень благодарен. Что с Саудином? В Саутиным непонятная совершенно ситуация. Начал игру и стал жаловаться на то, что голова кружения у него и такое состояние не совсем понятное. Симптомы какие-то непонятные. И он попросил замену, дабы не подвести команду. То есть непонятно, что с ним происходит? Непонятно абсолютно все. Стыков там никаких? Стыков ничего не было абсолютно все. Поднялась температура у него. И дискомфортно себя почувствовал. И поэтому пришлось менять. Хотя, конечно, менять сразу в начале, скажем так, вратаря. И остаться с одним вратарем, это очень рискованно. Во-первых, вынуждена замена. Во-вторых, такая ситуация неординарная. А там вот врачи скорой заходили к нему, да? Да, к нему, к нему. Потому что ситуация совсем непонятная. Но сейчас, вроде бы как, ему чуть-чуть полегче. Но, естественно, нужно наблюдать, что произошло. Вот эта медицинская служба наша занимается. Владимир Владимирович, как будет проходить подготовка? Сейчас сколько команды? Отдыхать будет как? И сборы там что-то? Ну, отдыхать все. Сборы спланированы. Спланированная команда сейчас отдохнет. До какого? После нового 20-го числа команда выходит с отпуска. Углублено медицинское обследование. Здесь будет все. И потом запланировано у нас 4 учебно-тренировочных сбора. Конечно, очень длительный и подготовительный период. И подвести команду к этим играм мы обязаны в оптимальном состоянии. Потому что 10 игр будут, скажем так, непростые. 10 оставшихся игр в весенней части. Из них 6 на выезде, 4 дома играют. Поэтому сейчас и травмированы, надеемся, на то, что подлечатся и возвратятся в строй. Уже начнем мы подготовку, скажем так, те ребята, которые травмированы на сегодня, кроме Коли Желяева. Кроме Коли Желяева. И то надеемся на то, что Коля начнет с нами работать не в полном объеме. Чтобы он был в команде, чтобы восстановление шло уже в коллективе. Все, операция, вроде бы, как прошла, успешно. После перелома Индур возвратится, Бикетов возвратится, в строй Василенко. Мы уже будем работать в оптимальном составе. Естественно, что в межсезонье будут изменения. Есть позиции, которые мы понимаем, что эти позиции нужно усиливать. Большой селекции не будет в количественном измерении, а будут конкретные позиции. Уже будем с учетом того, что держать в уме то, что мы то преимущество, которое имеем, что мы завершим. Я уверен в этом, что мы выйдем в футбольную национальную лигу. И под это уже будем комплектовать, усиливать некоторые позиции. Владимир Владимирович, первый сбор в какие сроки начинается? Первый сбор с 25-го числа. С 25-го января? Да, запланировано с 25-го января. Запланировано, выходим здесь, проходим углубленное медицинское обследование в течение четырех дней. Потом с 25-го принцип такой. Две недели мы работаем на учебно-тренировочном сборе. Три выходных между сборами. И так, четыре сбора. То есть, эту команду сейчас полтора месяца. Ну да, получается, да. Сейчас пока из-под нагрузок они выйдут. Пока это все потом... То есть, вы пока не отпускаете их вот сейчас? Да они пока еще поработают? Ну, пока здесь мы находимся. Пока здесь. Последний вопрос, Владимир Владимирович. С Сальникова аренда кончается в Курбатово. Вот Радихий Емельканов сейчас сказал. Он в факел уже принадлежит? Как он? Ну, Сальников был в аренде. Да, вот и как? В дальнейшем Сальникова будет вести беседу. Но по той ситуации, которая складывается, все, Сальников он выставлен на трансфер и сочтет нужным и возможным он выступать за Курбатово. Ради Бога, ему разражать не будет. Если Сальников хороший игрок, хорошего уровня. Ну, так бывает, что мы ориентируемся на других футболистов группы атаки. Все, и желаем Андрею, чтобы нашел свою команду и выступал достойно. Квалифицированный игрок. Спасибо.